Как тебе живется в Европе? Ты знаешь, неплохо, неплохо, по крайней мере нет вот этого чувства, когда ты такой, допустим, где-то стоишь или там идешь, видишь, и это будет только лишь из-за того, что ты им не понравился, и они решили проверить, нет ли у тебя, в тебе чего-то, что могло бы их заинтересовать, за что можно было бы посадить тебя, твоих друзей, покопаться в твоем телефоне, забрать. Всех людей, которые находятся у тебя там в группе ватсапа, телеграма. Тумсо, пытаются на тебя выйти кадыровцы, чтобы с тобой договориться и предлагали ли тебе как-то за деньги прекратить критику кадыровцев. Ну вот я сейчас жду. Салам алейкум, Тумсо, как по молитве Рамзан определяет ихних от не ихних по намазу? Ну у него есть свои какие-то заморочки, он же часто об этом говорит, если вот так вот руки поставили, вот так ноги поставили, то вот это значит там какой-то дух, какой-то шайтана там уже пробежал рядом с ними, берите их на контроль. Есть у него какие-то свои, в общем, темы? Это то же самое, что и с бородой. Вот как определить, что эта борода правильная, а другая неправильная? Ну, с бородой у меня еще есть некая гипотеза. Я думаю, что в администрации главы правительства кадыровской Чечни там есть такой специальный аппарат такой, как вот видели, в Харикмайерских бывают такие аппараты, куда голову кладешь и тебе ее моют и сушат. Вот, типа, ну ванночка такая. А вот у них, я думаю, есть такие наподобие такие аппараты, туда так заходишь, так лицо вот так вот туда прикладываешь, вот так и делает тебе окантовку бороды, которая называется кара. И вот все они проходят через эту штучку, они такие раз, у них бородки кара. Да, и поэтому у кого не такая борода, не окантованная в этой теме, в администрации главы правительства, у них всех, наверное, бороды неправильные. Томсо, пытаются на тебя выйти кадыровцы, чтобы с тобой договориться и предлагали ли тебе как-то за деньги прекратить критику кадыровцев. Ну, вот я сейчас жду предложений от Салаха Межиева. Говорят, он хочет на меня выйти с каким-то предложением, денюшек хочет занести. Ну, надеюсь, скоро он на меня как-то обратится ко мне. Я бы с ним поговорил о сумме. Томсо, ты однажды говорил, что в Ичкерии не место церквам. Подтверди эти слова, эти свои слова, или объясни причину изменения твоих убеждений. Не подтверждаю эти свои слова, не было, никогда я такого не говорил. Наоборот, всегда говорил, что те церкви, которые были, они при Ичкерии, они существовали, они охранялись нашим государством. И подобное от меня ты никогда не слышал. Есть еще люди, которых интересует твое мнение о судьбе христианских храмов в будущем, иншаллах, в свободной и независимой Чечне. И, алейкум ассалям, у нас, мое мнение, я считаю, что те храмы, которые у нас изначально были, христианские храмы, которые изначально были на территории Чеченской Республики, вообще никаких вопросов по ним быть не может. Они должны быть сохранены и охраняться законодательством. Что касается тех храмов новых, построенных новой властью, без согласования с законной властью нашей страны, я считаю, что по этим храмам нужно будет отдельно поднимать вопросы и решать их судьбу. Здесь мы имеем право на то, чтобы пересмотреть эти вопросы. А те, которые изначально были, как, например, храм в Грозном, вообще никаких вопросов быть не может. Он должен быть сохранен и охраняться нашим законом. Томсо, ты говоришь, Россия плохая и так далее, почему тогда большинство чеченцев туда ездят, ведут бизнес и так далее? Руслан, а ты хотел, чтобы Россия пришла на нашу землю, оккупировала ее, всем вручила свои паспорта и чтоб теперь чеченцы еще и не ездили в Россию и не работали там? Ну, будьте добры, раз вы сами насильно сделали нас своими гражданами, терпите своих граждан на улицах своих городов. Так мы бы с удовольствием жили бы у себя, ездили бы не в Россию, а в Европу, в Америку, в Канаду, в страны Ближнего Востока, в Турцию и так далее. Но, увы, вы сами нас не оставили. Добрый вечер, Томсо. Как ты относишься к русским, как нации и к русским, как большей части населения России, которые будут против отделения Чечни от России? Призовешь ли ты воевать с нами? Добрый вечер, к русским я отношусь абсолютно нормально, так же, как и к любым другим людям, например, японцам. У меня нет каких-то предвзятостей по национальному признаку. У меня есть конкретные взгляды политические, есть претензии к политической элите. То есть, есть претензии к государству, к России, к ее вооруженным силам, к ее политикам. Но это не претензии по национальному признаку, типа, вот, русские, к вам есть претензии, а вот, значит, к хантам, к мансам, к якутам, к чукчам, к башкирам, к татарам у меня нет претензий. Нет, конечно. В этой армии, в российской армии, которая нас долбила, в этом Кремле, в российской политической элите, очень много и русских, и нерусских людей. В этом же парламенте, в российском государственной думе, есть и представители из чеченского народа, и из других кавказских народов, и других российских народов, входящих сегодня в состав России. В российской армии очень много представителей разных народов. Поэтому претензии именно к русским людям предъявлять было бы очень странно. А как я отношусь к тем, к русским и нерусским людям, которые были бы против отделения Чечни, конечно, я был бы не рад такой их позиции. Но призывать, уничтожать этих людей за это никто не будет. И пока это будет в рамках какого-то диспута, спора, предметом переговоров. Но если ко мне придут меня убивать русские и нерусские люди, то мы вынуждены будем защищать себя и убивать в ответ тех людей, которые пришли на нашу землю, нас убивать. Мы будем убивать их на нашей земле. То есть в этом, ну это суть войны, и это та дозволенная самозащита. При этом сами мы не нападали и нападать не собираемся. Нам ничего не нужно от России, тем более от русских людей, абсолютно ничего не нужно. Нам бы просто свою страну, свою землю и возможность жить на своей земле так, как мы этого хотим. Так, как мы сами это решим. Как тебе живется в Европе? Ты знаешь, неплохо. Неплохо. По крайней мере нет вот этого чувства, когда ты такой, допустим, где-то стоишь или там идешь, видишь полицейский патруль. Нет вот этого чувства, что, блин, а тебе же сейчас могут просто сейчас не понравиться что-то, подойдут, спросят документы, увезут, посадят, прикуют какой-нибудь батареи, запытают током, просто чтобы выяснить, нет ли у меня какой-то информации. Вот этого чувства такого не бывает, знаете, когда вы выезжаете куда-то, на машине или на поезде, на самолете, неважно. Не бывает такого чувства, что с тобой может произойти что-то непредписанное законодательством. То есть, вот в Чечне, когда ты выезжаешь, ну не только в Чечне, вообще в целом даже, в России, ну особенно в Чечне, когда ты выезжаешь на своем автомобиле из дома на работу, ну километра полтора даже, у тебя даже вот этот путь, это полная неопределенность, это возможность попасть не на работу, а какой-нибудь подвал второго полка, спецполка имени Кадырова. ОРБ, ГБР, СОБ, Артерик, куда-нибудь там в РОВД, твой путь от дома до работы в эти полтора километра, он может занять несколько недель, а может быть даже лето, может быть вместо работы ты попадешь на кладбище. То есть, вот этой вот неопределенки здесь нет, ты как-то очень спокоен, ты знаешь, что даже если тебя где-то заберут, что-то с тобой произойдет, ты в любом случае, ты защищен законом, с тобой не сделают ничего не предусмотренного в этом законодательстве. При этом это не значит, что здесь все идеально, не бывает каких-то моментов, что-то может произойти неправильное, но у тебя есть какие-то механизмы борьбы с этим, и ты абсолютно уверен, убежден просто в том, что тебя не будут пытать, избивать, бить током, в бочку сувать, вниз головой, в бочку с водой. Таких вот вещей нет, поэтому как-то спокойно тебе живется в Европе, когда ты знаешь, что твои права в целом, они как бы защищены, обеспечены. В Москве, если ментам глаза посмотреть, очень редко, если тебя не останавливают. Да при чем тут глаза? Глаза-то ладно, кто там им глаза смотрит. Бывает вот ситуация, ты такой, в грозном часе такое бывало, ты такой, допустим, сидишь где-нибудь в летней кафешке под зонтиком, и рядом раз остановился этот патруль, ну, там УАЗик, Патриот, я не знаю, какая-нибудь там Камри, и ты знаешь, что это какие-то там представители кадыровской власти, вот она рядом остановилась, и все. И вот ты понимаешь, у тебя уже начинается вот этот диалог с самим собой, так, они сейчас, значит, могут подойти тебя, посадить машину, увезти, начать с тобой допрос с пытками, с пристрастием, так сказать. И это будет только лишь из-за того, что ты им не понравился, и они решили проверить, нет ли у тебя, в тебе чего-то, что вот могло бы их заинтересовать, за что можно было бы посадить тебя, там, твоих друзей, покопаться в твоем телефоне, не забрать всех людей, которые находятся у тебя там в группе WhatsApp, Telegram, не подписан ли ты там на кого-то, не смотришь ли ты кого-то, какие-то политические неправильные взгляды, может быть, ты там любишь подсматривать, или религиозные, может, какие-то у тебя взгляды неправильные. Вот это вот чувство постоянного преследования, его здесь нет. Здесь даже если что-то где-то, там, патруль тебя остановит, ну, ты пообщаешься, даже если тебя заберут, даже если там тебе что-то припишут, да, вот, беспредел такой, представим себе, полнейший с собой здесь произошел, такое тоже возможно. Тебя, например, остановили, что-то там им не понравилось, тебя придрали, что у тебя там 200 евро в кармане, и сказали, о, контрабанда денег-то там, допустим, да, это я сейчас просто отфонаряливаю, тебя забирают там в отдел, и ты все равно спокоен, ты понимаешь, что сейчас что бы ни произошло, конечный итог всего этого будет в суде, в суде, в котором, который не сможет купить прокуратура, который она не сможет запугать, суд, в который не позвонит король Швеции и не скажет, там вот есть товарищ, вот этот, нам нужно правильное решение по нему вынести. У тебя вот эта вот полная есть убежденность, ты поэтому спокоен. Ты критиковал Закаева, что он назвал братом Кадырова, что бы ты сделал, если твой брат с семьей жил бы дома, и его дом окружили, зная их, не пошел бы ты на хитрость, как, например, поддержки Навальному. Ну, если тебя можно заставить пойти на какие-то абсолютно неприемлемые высказывания, взяв в заложники там твоего брата и так далее, то ты не должен быть в политике, тем более ты не должен надеяться на, вообще претендовать на какие-то лидирующие позиции. Когда ближайших родственников Аслана Масхадова, допоминает его Аллах, всех взяли, действительно забрали в плен, не как там Закаева, вообще не та ситуация, а действительно всех собрали, женщин, мужчин, детей, всех посадили в подвалы, пытали и таким образом отправили послание Масхадову. Масхадов сказал, что весь сеченский народ – это мои родственники. От того, что вы там моих сестер, братьев, детей моих, вы заберете, посадите, убьете, вы от этого… Это для меня то же самое, что вы делаете со всем моим народом, поэтому вы меня тем самым не сломите. Вот таким должен быть лидер. Вот эти вот отмазки, они не работают, когда ты претендуешь на лидерство. А так, если ты просто какой-нибудь чувак, и твоих родственников, как ты говоришь, взяли заложники, или даже их не взяли заложники, но им может что-то там угрожать, ну, ты хитри, хитри как можешь, но не претендуй на какие-то лидирующие позиции. Томсо, помнишь ли ты тот день, когда упали башни в Нью-Йорке, веришь ли ты, что несколько арабов угнали самолеты и ударили в сердце сверхдержавы, минуя все барьеры, в чем была цель этого террора? Я помню этот день, я тогда был на центральном рынке в городе Назрань, известном там под именем фабрика. И мы все прилипли тогда к телевизору, ну, там была такая точка, где продавали аппаратуру, телевизоры, там видео, какие-то приставки, DVD. И там вот включили это в прямом эфире на нескольких экранах, и мы все там, ну, вот этим каким-то сектором на этом рынке, мы все прилипли к телевизору, не смотрели. И прямо у нас на глазах этот второй самолет уже улетел в эту башню. Я так понимаю, что здесь вопрос, веришь ли ты в официальную версию? Конечно, да, я верю в официальную версию, и я совершенно не верю в эти теории заговора, там, и так далее. Понятно, что это была абсолютно типичная террористическая атака, причем и ответственность за это взяли на себя конкретные люди, конкретные организации. Копаться в этом, пытаться в этом что-то другое найти, ну, это очень странно, конечно. Но, тем не менее, я понимаю, что будут такие люди, которые будут копаться, у них будет своя версия, ну, что поделаешь. Субтитры создавал DimaTorzok